Защита Сёмина пыталась выгнать отца Вайды из зала суда, ответ адвоката. Адвокат семьи Вайды рассказал, что защита обвиняемого в убийстве Сёмина ведет себя в суде крайне странным образом. Адвокат Дагир Хасавов, который представляет в суде семью убитой педофилом пятилетней таджикской девочки Хувайды Телазоды, рассказал «Спутник Таджикистан» о том, как проходит судебный процесс. По его словам, в судебном процессе странным поведением отличилась адвокат обвиняемого Александра Сёмина. Известно, что в суде задержанного представляет его родная тетя Елена Самохина. «Я только вернулся с заседания, на котором судья сделала два замечания о защите Сёмина. Если адвокат получила бы третье, ее бы просто-напросто выгнали из зала суда, поскольку она вела себя неподобающим образом. Вина педофила уже доказана, и оспорить это уже невозможно». Несмотря на этот очевидный факт, адвокат пытается защитить Сёмина причем самыми грязными методами, заявляя в суде, что отец Хувайда, Абдусалам Саидов, на самом деле не ее отец. Защита даже позволила себе такие заявления, якобы сам Саидов и насиловал собственного ребенка, возмущен Хасавов. Однако суд оставил без рассмотрения все заявления защиты Сёмина, и статус отца Вайды на процессе остался неизменным. Он отметил, что сейчас Сёмину вменяются четыре эпизода преступления и одно убийство. Известно, что в 2015 году он уже домогался несовершеннолетних девочек. При этом адвокат считает, что участковый, так и не принявший тогда заявление от родителя и не изолировавший преступника, тоже должен пойти в тюрьму как соучастник преступления. Адвокат рассказал, что сейчас Сёмин находится под наблюдением в психиатрической больнице Смоленска, что очень выгодно его защите, я полагаю, это может быть большая игра его тети, ставлю под сомнение его невменяемость. «У меня есть достоверная информация, что он здоров, у него хороший аппетит, он периодически выходит на прогулку, и государство плюс ко всему пытается его лечить». При этом Хасавову всё же удалось добиться того, чтобы Сёмина привезли на судебное заседание, назначенное на 29 августа. Это позволит судье, у которого есть предположение о психическом нездоровье обвиняемого, ещё раз понаблюдать за поведением обвиняемого в зале суда. Пусть суд даст оценку, был ли он вменяем в момент преступления, если да то его ожидает наказание. Сейчас его вина доказана полностью, и с этим соглашается прокурор, но дело Сёмина приостановили из-за того, что у него якобы нашли частичные психические отклонения. Сам судья пока сомневается, что обвиняемый был в адекватном состоянии в момент убийства. «Если мне удастся доказать, что Сёмин был вменяем, то он получит срок», — объяснил адвокат. Как пояснил Хасавов, на одном из заседаний судья принял решение продлить Сёмину как меру пресечения арест, нахождение в психиатрической больнице до 13 февраля 2020 года под интенсивным наблюдением правоохранительных органов. Его защита, естественно, обрадовалась этому решению и была не против. В итоге все последующие заседания проходили без непосредственного участия самого обвиняемого. Напомним, 22 июля в Серпухове с детской площадки пропала девочка Вайда. Родители несовершеннолетние приехали в Россию из Таджикистана на заработки. После инцидента они сразу же обратились в милицию. Спустя сутки тело пятилетнего ребёнка нашли в спортивной сумке возле железной дороги. По горячим следам правоохранителям удалось задержать предполагаемого убийцу. Им оказался 28-летний Александр Сёмин, проживавший в одном доме с семьёй погибшей. В его квартире были найдены следы обуви и отпечатки пальцев девочки. Субтитры создавал DimaTorzok